Особое мнение на 101FM Добрый день, это Особое мнение. Меня зовут Ксения Казакова. Я приветствую нашего гостя. Сегодня это Василий Киселёв, мэр Кирова с 1996 по 2007 годы, лучший мэр России 2004 года. Василий Алексеевич, добрый день. Добрый, добрый день. Ну, собственно, о чём говорить с единственным выборным мэром Кирова, как не о прямых выборах? Тема эта снова на слуху. И недалеко на прошлой неделе депутат Кировской городской думы Альберт Бекалюк озвучил депутатам, что уже в ноябре представит законопроект о возвращении в Киров прямых выборов мэра. Ну, в общем-то, последний раз выборный мэр возглавлял город 13 лет назад. И мы, ну, по сути, уже 13 лет живём при системе двуглавия, когда городскую администрацию возглавляет глава администрации, а председатель городской думы является главой города. В общем-то, при старой системе, при выборном мэре, многие, ну, наверное, не помнят, как мы жили, да? Поэтому, может быть, не стоит начинать. Как вы считаете, нужны нам прямые выборы или нет? Ну, во-первых, вот что я должен сказать. Россия подписала Европейскую хартию местных управлений. Так. Это было, наверное... Это было давно, я так понимаю. Декабрь, это был февраль, февраль 96-го года. Вот когда меня избирали всем всеобщим голосованием, вот тогда этот закон действовал. А потом, ну, мы вытерли просто ноги в него, больше ничего об этом закону. Я убеждённо считаю, убеждённо считаю, что править городом должен один человек. Один человек. Значит, и вот примерно таким образом, как было у нас с Никулиным. Давайте напомним, какая была система. Никулин — это не пацан с базара, это первый секретарь горьковой партии. Он первым секретарём горьковой партии был в Орлове. Потом, значит, вот первый секретарь горьковой партии в городе Кирове. Значит, когда его в 97-м, в 96-м мы назначили, а в 97-м избрали. В 97-м, когда избрали меня председателем, вернее, мэром города, а его председателем думы, значит, он пытается создать свою бухгалтерию, свой юродел. Я приглашаю его, говорю, мы как эту власть делить собираемся с собой? Он говорит, а у нас в составе всё записано. Да я в состав читал, там 103 пункта написано, за которые мэр отвечает, а и ни одного пункта, за которые отвечает представитель думы. Он говорит, что ты предлагаешь? А я предлагаю вот что, значит, во-первых, ты служил в армии года три, наверное, в танковых войсках. Я корабельный устав знаю, ночью разбуди, процедирую. Значит, и там, и там есть замполит. Замполит, это, во-первых, все заместители назначаются им. И в данном случае тоже через думы проходят они в любом варианте. Значит, и потом, зачем тебе юродел, зачем бухгалтерию в этот прав? То есть вы выступали против того, чтобы у думы был свой аппарат и свои какие-то... Совершенно верно. Он говорит, надо подумать. Ну, подумай. И у него, у него, он на всех совещаниях сидел рядом, присутствовал, все, на всех собраниях. И у него было четыре человека в подчинении. Председатель думы, ну, как председатель думы, заместитель, секретарь, юродел и оргадел. Все. Четыре человека было в подчинении. Сегодня сорок человек. Ну, как же так-то мы... То есть вы считаете, что сегодняшняя система – это перебор, когда у городской думы... Наверное. И, понимаете, вот... И мы правили с ним, ну, не всегда сходились мнениями. Мнения... Но председатель думы, он имел сегодня такой же вес, как у нас же Елена Ковалева, она же тоже глава города, но она председатель городской думы. И, в общем-то, вес с главой администрации они имеют примерно одинаковый. Вот ваше время, это вес председателя думы и мэра города, он был примерно на одном уровне, или все-таки, там, мэр города, он имел, там, слово весомее? Это на одном уровне. Единственное, вот, когда... Тогда в чем отличие этой системы? Когда я уходил, когда я уходил, функции отдали Никулину. Никулину отдали функции, и у нее еще год ему надо было продержаться. Значит, и он тогда, значит, завыступали многие, что, дескать, это дело, дескать, неправильно. Он говорит, всего три функции, дополнительно три функции у меня остаются, значит, мне переходят сегодня. Это я представляю в администрации города городскую думу и город. Значит, я представляю в правительстве и в думе все, больше не... И она таким же образом. Понимаете, поэтому то, что создали аппарат, ну, это неправильно. Это неправильно. Ну, все-таки, вот, если вы говорите, что и глава города, вернее, и председатель думы, и мэр города имели примерно одинаковый вес, чем та система отличается от той системы, которая действует сейчас, и чем она лучше? Вот чем все-таки выборный мэр лучше, чем глава администрации назначенец? Вы знаете, меня несколько раз избирали, несколько раз назначали, много раз назначали до ЦК КПСС. Значит, первым заместителем начали, когда Северного правоходства был, ЦК КПСС утверждала. Значит, и избранный, и назначенный – это совершенно разные вещи. Разные с точки зрения с какой? С точки зрения такой, что ты подчиняешься народу, ты народом избранный. И вот то, что мы сделали, наверное, половину мы сделали, того, что мы сделали за мою бытность, за 10 лет, и дома для ветеранов, и для матери работников в бюджетной сфере, и, чертки, вы знаете, слушайте, и масса этих дел подчиняются, значит, и, вы знаете, вот я такую еще вещь скажу, значит, Никулин, о Никулине, значит, в 2002 году Сергеенков решил меня снять с работой. Это губернатор Кировской области на тот момент. Сергеенков, вернее, приглашает Никулина, потому что он мне рассказывал, вечером зашел, часов в 7-8, значит, и говорит, слушай, сейчас к Сергеенкову приглашали, и очень приятно, очень интересно, и о чем речь шла? Я говорю, да он тебя снять с работы собрался, я говорю, ну, Дума должна подтвердить это дело, а я говорю, Дума не поддержит тебя, Владимир Владимирович, а как ты голосать будешь? Я тоже буду голосать против. Пошел ты слушать, вот такая штука. Поэтому я и на похоронах Никулина сказал, что я очень благодарен ему за эти вещи, потому что, понимаете, дело в том, что... Я правильно поняла, что вы ведете к тому, что губернатор, в случае, если мэр выборный, не может повлиять на то, чтобы снять его с должности? Он сможет снять с его должности из-за отсутствия доверия. Но это, вероятно, сложнее, чем в нынешней системе. Он может снять с него с работы, потому что он назначал меня, вернее, Сергея Янков, правда, в 96-м году, в 96-м году. Вот. И... Но Дума должна подтвердить это дело. Дума должна подтвердить, значит, и снятие, и назначение. Поэтому вот Никулина пригласила Никулина и говорит, что я подписал, я подготовил указ о снятии с него с работы, а Никулин говорит, Дума не поддержит тебя. Василий Алексеевич, вы сказали, что выборный мэр лучше, чем мэр назначенный. Я немножко переформулирую вопрос и спрошу тогда по-другому. Лучше для горожан и для города мэр-политик, вот тот самый мэр-выборный, или все-таки мэр-профессиональный управленец, да, или там мэр назначенный? Вы знаете, значит, мэр назначенный для горожан и для города – это ничто. Почему? Вот избранный, вот, понимаете, меня избрали первый раз начальника порта. Я приехал из Архангельска. Я вообще, я считал, что меня не изберут. Вот, сначала, значит, в Красноярск предложили, потом, значит, у нас у всех есть друзья и товарищи, собрались, значит, в гостинице «Россия» с рюмкой, говорят, Рощин говорит, Рощин, который за мной был, до меня был первым замоместителем начальника Пархоза. Значит, он говорит, ты был в Красноярске? Не был. Там ничего делать. Там зэки добывают руду, урановую руду устьян горы. И то, что там перерабатывают, значит, там ничего делать. Там вещи и смог. Значит, и, короче говоря, меня предложили в Усть-Кут. Я в Усть-Кут приехал, значит, в город, называется, порт называется Сетровый, Сетровский порт, значит, город называется Зима, а станция называется Усть-Кут. Так. Вот. Это единственное соприкоснование реки Лена, Лена, с железной дорогой. Это пять километров, пять тысяч километров. Так, а к мэру назначенцу это какое имеет отношение? Нет. И вот имен назначили мэром города Кирова. Ну, при этом предложили город Киров, я говорю, а что здесь делать? А начальника порта, это порта никакого нет, построишь. Значит, и, понимаете, вот меня избрали, ну, Росин говорит, что поедешь в Астрахань, значит, заместитель Большаков, значит, Большаков выходит на пенсию, значит, ты останешься вместо него. Значит, и меня избрали. Ну, совершенно, 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 самое, свой парень был, Зотин. Значит, и Мелехов, Мелехов сургутского порта, мэром Сургута два срока работал. Короче говоря, взяли и избрали. И вот избрали каким образом? Значит, я говорю, слушайте, вот мы были в порту, три дня в порту, были, значит, очередь на жилье, первая очередь на жилье, которая стоит, 20 лет стоит в очереди на жилье. Мы за три года, за три года, я построил жилье, построил филейские причалы, краны поставил там, значит, продведи железную дорогу, пять километров. Это в должности начальника пароходства, я так понимаю, начальника порта. А если мы перенесемся на политическую... Это избрали, это избрали, потому что... То есть, а если бы не избрали... Зачем это надо? Понятно. Я отвечаю перед тем, перед тем... Аналогии можно провести с политической... Совершенно верно, я отвечаю перед тем. И вот здесь избрали, ну, во-первых, значит, кто меня заставил... Я каждый год объезжал в город Киров. Я каждый день объезжал в город Киров. Значит, сегодня филейка, филейские, Подгорная, Шрапина и так далее. Значит, завтра Кольцова, значит, послезавтра... И надо в 20 дней побывать и в Ленгасово, и в Радужном и так далее. Ну, кто меня заставил? Поехал, и все. И вот назначенные мэры, назначенные мэры, никогда не занимаюсь сидеть белым. Ну, зачем это надо? Тут Тополь стоит, он весь уже в два обхвата, но он упадет, слушайте, раздавит машину и людей раздавит. И вот на улице Ленина, на Ленина даже, труба с пятого этажа идет до третьего этажа, и дальше весь льет, льет, ну, как же так-то? Ребята, ну, сделайте вы. То есть вы подмечали даже вот такие небольшие нюансы в городе, и что, и следовали какие-то решения, да? Совершенно верно. И потом, вот едешь по городу, наверное, два квартала, даже домов-то нет. Номер дома нет. Ну, как же это, ребята, так... А скоро пойдет, ну, ну, не знаю. Ну, да, нет табличек, не номер дома. И сенокос, значит, скошено, не скошено, значит, убрано, не убрано снег, ну, как же так, ну, а скоро пойдет, ну, ребят, нет. И потом... А это благодаря чему? Это вот тому, что ответственность перед горожанами? Совершенно верно. Или все-таки хочется избраться на другой срок, поэтому вот выбранный мэр думает о будущем и думает, как вот я буду избираться, то есть чтобы люди его поддержали снова, он вот как-то старается... Мне не надо было избираться потом, после 2002 года, потому что в 2006 году я железно, что ухожу. Там закон был принят... Не больше двух сроков? 60 лет. А, по возрасту? Все, по возрасту я 60 лет уходил, и мне не надо было избираться больше, все избираться. Василий Алексеевич, а вот такой вопрос. Если, вот многие говорят о том, что если мэр, или вернее опасаются того, что если мэр будет выборный, да, его поддержат люди, но при этом он, например, по каким-то параметрам, по каким-то критериям не будет устраивать региональное руководство, то может начаться, ну, некоторый конфликт, и, ну, так сказать, выборный мэр может оказаться в ситуации такого бойкотирования со стороны региональных властей. Вот как этого избежать, и как здесь найти золотую середину, чтобы и на благо горожан работать, и в конструктивном диалоге с региональной властью быть? Знаете, мне кажется, нужно принять два закона. Первый закон, это если миллион рублей украл, или расстрел, или расстрел, но расстрел сейчас не модно. Значит, по жизненной заключению... Это на федеральном уровне, да? Совершенно, а здесь крадут. Нет, я имею в виду на федеральном уровне принять закон. Совершенно верно. Значит, и второе. Вот я, когда работал представителем фонда имущества, у нас был такой закон. Ну, не закон, не было такого закона, но такой порядок был, что 5% заработных плат, 5 заработных плат, вот, вот, средний поколит его получают. Вот, если сегодня принять этот закон, то есть, ну, 25-27 тысяч долларов получают люди, ну, я не знаю, ну, как же так? Эти же Мюллер, этот же Греф, этот, ну, я не знаю. Ну, и, и, понимаете, и ведь вот в России, в России, я на Россию перейду, значит, газ, газ стоит дороже, дороже для потребителей, чем в Германии. Ну, как же так? Мы имеем в виду для внутренних потребителей, чем для приэкспорта. Совершенно верно. Ну, 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 это же, я уже, я, кажется, начал. Слушайте, ну, это же ненормально, слушай. Ну, да. Ну, давайте мы все-таки вернемся к местным, местным событиям, да, все-таки, чтобы, вот, поддержать конструктив с региональной властью. Все-таки, каким должен быть мэр города, чтобы не было у него конфликта с региональными элитами? Значит, вот... Потому что он же может очень быстро попасть в опалу и, в общем-то, оказаться, ему перекроют какие-то финансовые потоки. Значит, вот такая ситуация. Значит, когда я уходил, я шоклею, спрашиваю, надо бы решить вопрос. Кто будет следовать, мэром? Шоклеин говорит, еще год остался, с политикой угодно можно. А потом мы с ним встречаемся, Лебяжге, он говорит, слушай, у меня же никого нету. Ты завтра заходи. Я пришел. Он говорит, кого? Я говорю, Николь, Иванова. Он говорит, он вскочил даже. Они в одном подъезде живут. Иванов даже пиво не пьет. Понимаете? Чего он населил, ему не знаю. Жена или это, я не знаю. Короче говоря, Иванов не поет. Значит, я говорю, ну, тогда, во-первых, замом должен быть, мэром должен быть или председатель Думы, или глава администрации города Кирова, значит, главу, мы уже назвали, значит, или заместитель главы администрации города, или представитель, значит, глава администрации районов. Я Шарклеевну говорю, вот, надо избирать. Он говорит, ну, кто из заместителей, ну, из заместителей уже пожилые люди, значит, не пойдут за нее. Значит, из глав районов, значит, понимаете, вот, надо было бы избрать Катаеву. Катаева женщина нормальная, значит, но она проработала всего несколько месяцев главой района. Главой района, значит, и я говорю, вот, туда, наверное, Плехов. Он говорит, во, Плехов, давай. Вот Плехова тогда мы назначили, избрали. Не избрали, а он его назначил. Ну, в тот момент уже был изменен устав, и глава администрации уже назначилась. Ну, вот вы сейчас за то, чтобы вот этот выборный мэр, он возглавлял администрацию, да, и избирался прямыми выборами, или он, ну, то есть, в какой он должен быть роли здесь, в городе? Он администрацию возглавлял. Так, то есть, должен быть мэр, который глава администрации параллельно, да? Да, совершенно верно. И отдельно должность председателя Думы? Совершенно верно. А он должен быть приезжим или местным? Только местный. Почему? Только местный. И это принципиальный вопрос. Потому что приезжему, приезжему, нужно год, как минимум, нужно год еще осваиваться, понимаете? Где местный уже. И потом, все-таки лучше, если глава районов, или глава районов, или района стал мэром города, или заместитель председателя Думы. То есть, либо кировчанин, либо житель области, да? Ну, в общем-то, человек, который в регионе родился, имеет какие-то корни. Ну, давайте мы, да, перейдем к другой новости. 26 октября был задержан Илья Шульгин, бывший глава администрации города Кирова. Он задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий при закупке дорожных камер по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй фигурант этого дела, исполняющий обязанности директора управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова Алексей Ишутинов. Алексей Ишутинов до сих пор исполняет свои полномочия. Илья Шульгин уехал в Казань, да, ему разрешили вернуться домой. Как в целом вы оцениваете вот это задержание и, ну, вообще, такой некий тренд, который у нас сейчас идет на раскрытие вот этих коррупционных преступлений? Я уже сказал о том, что нужно принять закон, принять закон о том, чтобы если, независимо от того, зависимость от того, что, какую должность она занимает, если миллион украл, или расстрел, или пожизненное заключение. То есть очень жесткое законодательство в сфере коррупции. Понимаете, поэтому я не готов сегодня отвечать на вопрос, что твои мнения, ну, нельзя красить, понимаете. Василий Алексеевич, я предлагаю сделать перерыв, уйдем на рекламу и продолжим. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию, продолжаем особое мнение. Гость сегодня Василий Киселев, мэр Кирова с 1996 по 2006 год. И я предлагаю поговорить, оставить тему про городские власти уже в первой части программы, сейчас перейти к проекту генерального плана. Я так понимаю, если я не ошибаюсь, то проект нового генерального плана до 2040 года городская дума должна утвердить до конца текущего года. И, собственно говоря, тот генплан, по которому мы последние 13 лет жили, он хоть и не при вас был утвержден, но тем не менее утверждали его спустя 8 месяцев после того, как вы сложили свои мэрские полномочия. Поэтому я предполагаю, что вы какое-то отношение к его разработке, к внесению предложений все-таки имели. Наверняка достаточно серьезное отношение. И вот этот старый генплан, по которому мы сейчас живем, он выполнен, в общем-то, всего на треть, на 27,5%. И вот я вас хочу спросить, с чем связано такое низкое выполнение параметров генерального плана? И должен ли вообще генеральный план выполняться на 100%? Или этого не требуется? Значит, генеральный план нужен сегодня, но нужен план социально-экономического развития. Потому что мы развалили десяток предприятий в городе Кирове, даже больше десятка предприятий. Но стратегии у нас тоже принимают до 2035 года, параллельно, по-моему, генеральным планом. Вот, когда меня избрали депутатом областного совета, был такой период в 90-м году, нас жило тогда в Кировской области 1 720 000 жителей. 1 720 000 жителей. Сейчас 1 250 000. То есть полмиллиона мы фактически потеряли? Да. Значит, и нас ждет, нас ждет примерно та же участь, что в Иркуту. В Иркуте было 250 000 жителей. Сейчас это практически город-призрак превращается. А сейчас осталось 50 000 жителей. Так. И как этого избежать? А надо предприятия поднять. Надо заняться вплотную, очень плотно заняться, значит, поднятием предприятий и сельскохозяйственной. Слушайте, вот я в Апаринском районе родился, там ни одного колхоза не осталось. Там ни одного колхоза не осталось. Там полностью деревни, полностью разрушены по... Я не знаю, ну как же мы так-то, а? Не знаю. Вот у меня брат, капитан Тарварянга, продавал квартиру Кёщину в городе Архангельске, в центре Архангельска. Квартира в ту пору, ему в двухкомнатной квартире, значит, примерно, как у нас гараж в городе Кирове, по цене гаража. Ну, в центре города Архангельска. Это о чём говорит? О том, что Архангельск, в общем-то, умирает, да? Умирает. И Киров тоже ждёт. Киров ждёт тоже своего грута. И поэтому генеральный план, план социально-экономическое развитие нужно... И вот, понимаете, в годы советской власти, значит, комбинат, комбинат, текстильный комбинат делал корт, шины, завод делал шины. Значит, из кож делал кирзу, фабрика Коминтерна делала, для всей советской армии почти шила обувь. Ну, то есть промышленность была развита. А вот всё-таки, если мы вернёмся к первой части программы и вспомним опять про мэра назначенца, про выборного мэра, назначенный глава администрации, он в силах это сделать или всё-таки нет? В силах. В силах, конечно. Значит, дело всё в том, что... Но на это ведь нужна политическая воля или нет? Или это такое? Конечно, воля. Воля политическая обязательно нужна. Ну, вот, скажем, вот к вату, да? К вату. Значит, я когда пришёл в 1996 году, там уже первый и второй курс не принимали. Всё уже, закрыть идёт. И мне организовали встречу с Павловым. Павлов, герой Советского Союза, генерал-полковник авиации и сухопутных войск. Значит, извините меня, в бане. Значит, он говорит, вот лебедь тебе приезжал на выборы, ты что, с ним знаком был? Я говорю, а лебедь, если вы хорошо знаете лебедя, если незнакомый человек, он поедет на выборы. Он говорит, вряд ли. Значит, короче говоря, у нас очень много знакомых нашлось по северу фронту. Значит, он говорит, училище будет жить, училище будет жить, но на правах филиала. Филиал приедет Панков, значит, начальник управления учебных заведений, кадров и учебных заведений. Значит, и привезёт с собой начальника училища. Значит, всё. Училище стало жить первый, второй курс. Мы 10 лет, 10 лет всё нормально. Мы пописали соглашение. Мы должны отдавать квартиры, значит, по квартире в год, значит, мы как раз у предприятий принимаем жильё. Значит, по квартире в год отдавать и зааспортировать плац, по одному корпусу ремонтировать всё. Они в своё время, в свою очередь, значит, хулиганят, где, значит, патруль забирает, всё прочее. Значит, и 10 лет прошло, Панков уже, Панков стал заместить министра обороны. И говорят мне, называется губернатор, чтобы приехал. 10 лет прошло уже. Значит, я к губернатору, к Шаклеину Николаевичу, надо точно ехать. Он говорит, хорошо, хорошо, хорошо. А потом я ушёл, он говорит, да я должен, у заместителя министра должен в приёмной сидеть, полдня сидеть в приёмной. Да, нафиг это нужно? Училище закрыли. Ну, ну, как же мы так? То есть так мы утратили? Вот так. И мы потеряли пароходство, мы потеряли текстильный комбинат, потеряли всё. Ну, ну, как же так-то, а? Хоть Суворовское училище сделать, я новому мэру... Ну, хорошо, тогда от чего это зависит? То есть от каких-то человеческих качеств или от чего? Вот от того, что должна система власти быть другая. Ну, то есть почему, почему вот не идут наши властьимущие там к федералам и не договариваются, не приводят сюда деньги, не приводят сюда бизнес какие-то, может быть, не вводят льготы? Ну, почему этого не происходит? Не знаю. Хороший ответ. Давайте тогда, раз уж мы начали про Квату, раз уж вы его упомянули, что вы видите на месте бывшего Квату, что должно появиться на этой огромной территории? Суворовское училище. Так, поняла. Давайте дальше, может быть, в формате Блиц продолжим, у нас потому что 8 минут остаётся до конца. По тем предложениям генерального плана, которые мне кажутся, ну, такие немного одиозными. Как вам идея переноса стадиона «Динамо» в «Бересники» и воссоздания на месте вот этого стадиона кафедральной площади? Я категорически против. Почему? Потому что мы сделали «Динамо». И, во-первых, значит, мэру города, мэру города, надо, во-первых, надо возразить команды. И футбольную, и хоккейную, и баскетбольную. Ведь всё же было у нас. Было, да, профессиональный клуб «Динамо». И вы знаете, и «Динамо», «Динамо», мы разыгрывали там, наверное, штук пять машин разыгрывали. Значит, в каждой игре, значит, по одной. Слушайте, куча народу. Значит, и у меня заместитель выиграл машину. Господи, там скандал в этом деле, значит, дескать, вот подставное. Только он двадцать билетов взял. То есть вы против? А если организовывать спортивный кластер в «Ресняках», так, как планируют это сделать до сорокового года? Я против этого дела. Почему? Это территория неподходящая? Или вообще не надо спортивный кластер делать? Нет, нет. «Динамо» не надо переносить. «Динамо» не надо переносить. Понимаете, вот мы взяли, переименовали улицы. Зачем? Не знаю. Вот. Вы тоже не знаете. Ну, я просто, почему я спрашиваю про спортивный кластер, потому что не только стадион «Динамо» планируется перенести в «Ресняках», там планируется построить биатлонную трассу, центр водных видов спорта, бассейн, футбольные поля, крытый велотрек. Ну, в общем, много всего, много разных спортивных объектов. Вот нужны ли они все в «Вересняках» или, может быть, их нужно рассредоточить по городу? Значит, в «Вересняках», во-первых, никто не будет ездить. Так. В «Вересняки». Во-вторых, это затопляемая зона. Да, да. Это затопляемая зона. И поэтому поднимать, поднимать, это же футбольное поле, значит, до уровня, это же надо, надо 3 метра насыпать грунта, где мы этот грунт возьмем. Слушайте, это зачем это надо? Ну, то есть в нынешних условиях это невозможно? То есть там нужно поднимать грунт? Это совершенно не нужно. Как вам идея строительства третьего моста через Вятку, как раз вот в районе «Вересняков» по улице Азина? Я еще раз повторяю, что город Киров ждет участь в Воркуте. Слушайте, какой второй мост? Ну, погодите, вы тогда предлагаете как бы и оставить, и бросить, и пусть он умирает так? Или, ну, видите, проектировщики, они же хотят как-то его развивать. А если мы будем там держать в уме, что нас ждет участь в Воркуте, так тогда как бы зачем что-то делать? Совершенно верно. Зачем это делать? Это очень какой-то пессимистичный вариант развития событий. Вы знаете, значит, вот тот мост, старый мост, когда я начал мэром города, 96-97 год, приезжаю в Саратовский, в Саратовский институт, и говорит, мост уже, значит, надо ремонтировать, все проще. Значит, я говорю, ребята, вот я в порту работал, свой 20-тонный кран, просветка швов, просветка швов, всех швов, значит, потому что кран поднимает, он 40 тонн поднимает каждый год. Вот приходит чужка, ну, все зажимают эти самограничители, и поднимают, что делать больше? Значит, на железнодорожном вагоне, значит, и просветка все швов. Вот вы сделали просветку швов? Нет, мы не сделали. Вот тогда сделайте, тогда... Я понимал, что он уже, самая, мост, значит, и старый стал, и все прочее, но Плехов пришел, значит, они переехали с ним снова, ну, и они сделали, и... Не знаю. И новый мост строить, это огромных денег стоит. Зачем это надо? То есть не нужны эти мегапроекты, да? Ну, у нас остается буквально две минуты. Давайте вот последний вопрос я вам задам. Еще одна сверхидея нового генерального плана – это оборудование речного порта на Филейке, где сегодня размещается Виатское речное пароходство, и оборудование двух лодочных станций. Одну на Филейке, другую в районе улицы Заводской. Вот есть сегодня смысл, экономическая целесообразность и вообще и потребность в развитии речного пароходства? Вы правы не сказать про потребность? Потребности никакой нет. Поэтому то, что Васильев пытается сегодня пароходство возродить – это не нужно. Это не нужное дело, потому что пароходство занималось буксировкой прутов, прежде всего. Буксировка прутов, а сегодня прутов – их больше нет. Их сразу срубили дерево и сразу увезли и все прочее. Понимаете? Поэтому раньше же выдавали кредиты, выдавали кредиты этим тем же лесникам под 0%. А сейчас кто под 0% отдаст кредит? Ну, поэтому, не знаю, это глупость очередная, понимаете? Надо вкладывать в развитие предприятий. Вот, скажем, вот этот кинофестиваль. Ну, зачем мы забросили? Или вот этот препаратов в крови. Плазмо-центр. Ну, слушайте, это стоит здание. Да, я вчера там проезжала, и это огромное здание, которое уже, в общем-то, построено и пропадается. Мне очень жалко его. И вы знаете, вот куда надо вкладывать деньги. А так, это знаешь, просто это никогда не будет выполнено. Это никогда не будет выполнено. Это просто для разговоров больше ничего. Да, на этой грустной ноте я предлагаю завершить нам программу. Это было «Особое мнение». Гостем его сегодня был Василий Киселев, мэр города Кирова с 1996 по 2006 год, лучший мэр России 2004 года. Василий Алексеевич, спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM